Полагаю, если вы смотрите это видео, значит у автора данного канала сегодня все-таки выходной, и никаких других материалов подготовлено не было. Выходной этот первый за три года, в честь моего юбилея, 35-летия. И да, это исключение, ведь как владелец и единственный работник этого канала, я провожу по пять прямых трансляций на твич в неделю с понедельника по пятницу, публикую семь роликов на этом канале и еще одно видео на втором канале. Ссылка на него, кстати, будет в описании, так что если вас интересует что-то не про MMORPG, обязательно по ней перейдите, посмотрите и подпишитесь. Вам скорее всего понравится. Так про что же будет сегодняшнее видео? Знаете, на прямых трансляциях есть одна история, которая пользуется большим спросом, и ее достаточно часто просят рассказать новые зрители. Речь идет про создание этого канала, как он появился, развивался и пришел туда, где мы сейчас находимся. История, поверьте на слово, действительно практически фантастическая, и возможно кому-то из вас она понравится. Так что давайте дадим слово спонсору, а потом перейдем к ее разбору. Главное, не забудьте попкорн. Мечтаешь сидеть дома, играть в компьютерные игры и при этом быть финансово независимым? Компания Goldberg поможет тебе воплотить эту мечту в реальность. Мы предоставляем обучение по фарму в популярных компьютерных играх, готовим качественные гайды и всегда готовы ответить на любые вопросы. Помимо этого, мы помогаем продать игровые ценности по хорошему курсу и вывести деньги любым удобным для тебя способом. Работа в RMT-сфере — это полноценная работа с гибким графиком и стабильным доходом. Ты можешь работать в комфортных условиях, работать столько, сколько сам захочешь, и твоя зарплата зависит только от тебя самого. Получай опыт и знания от профессионалов, которые помогут тебе достигнуть финансовой независимости. Воплоти мечту миллионов людей, сделай свое хобби любимой работой, и ты не пожалеешь. Очень часто мои зрители полагают, что YouTube канал и какой-никакой успех — это результат упорных трудов, знания неких тайных формул и, конечно же, огромное вливание в рекламу для продвижения канала. На самом деле, случай со мной как розовым гномом — это чистое совпадение, и более того, значительная часть моих коллег, которые добились успеха, тоже являются жертвами неожиданного успеха, который пришел буквально из ниоткуда. В моем случае это было так. В 2017 году на BlizzCon разработчики из Activision презентовали информацию, что они работают над World of Warcraft Classic. В тот момент времени я руководил своей собственной PvP-гильзией, которая ушла с официальных серверов аккурат после выхода Каражана в Легионе на приватные миры классики. В частности, мы обосновались на сервере Elysium, где были достаточно известны, а ваш покорный слуга даже получил персональное прозвище от злых фармеров ранга. Прозвали меня Chippix Turtle AV, что означает Chippix — медленная алтаракская долина. Это относилось к тому, что мои премейды всегда руинили игру противостоящим премейдам, и не давали им быстро зарашить босса. Кстати, канал читается не как Chippix, а как Чихпых, и отсылка здесь прямая к одному известному медведю, озвученному в Гоблине много-много лет назад. Имя же связано с тем, что изначально так назывался Мой Друид, который, как вы понимаете, может принимать форму медведя. Однако мы отвлеклись. Руководство гильдии — это дело довольно пыльное, особенно когда у тебя в коллективе шесть сотен активных игроков. Тебе нужно постоянно решать разные проблемы, общаться с игроками, коммуницировать с окружающим миром и посещать множество порталов, а еще по-хорошему следить за новостями. Хороший лидер гильдии — это человек, на которого хотят равняться и которому беспрекословно подчиняются, потому что верят в его авторитет. Как следствие, одной из моих ключевых активностей было посещение официального форума World of Warcraft. Про него вообще можно рассказывать очень много и долго, но самое главное — это то, что там происходили самые жаркие баталии и всегда обитали самые далекие от адекватного состояния люди. После презентации World of Warcraft Classic на BlizzCon, разработчики спешно прикрутили разделы форума и по этой версии, а значит туда понеслась масса игроков, которая начала обсуждать все подряд. Обсуждения носили откровенно вредительский характер, ведь большая часть бесед сводилась к жидким высерам, вроде «Воины могут только танчить», «Паладины были лучшими дамагерами в игре», «Охотник — это лучший голдфармер», «А маги играли только в Аркане». В общем, как вы понимаете, чего-то реального и связанного с классикой там не было. Особая шизофрения заключалась в том, что большинство местных традиционно подкрепляло свои высеры высказываниями вроде «Да я в актуальные годы Наксрама закрывал». Если кто-то до сих пор вдруг не знает, автор этого канала — бывший преподаватель истории и обществоведческих дисциплин, а поэтому моя профессиональная деформация сыграла со мной злую шутку, и прочитав весь этот ужас, мне захотелось внести лучик света и добра в царство мрака и невежества. Как следствие, я потратил почти два дня на то, чтобы написать объемную статью длиной в несколько постов о том, как играются различные классы и специализации на классике. Тема очень быстро завирусилась и собрала какое-то астрономическое количество дизлайков, что-то около пяти или даже шести сотен, что по меркам официальных форумов просто космическое количество. Игроки брызгали желчью, разбивали мониторы, истошно бились в припадках, кичились своими несуществующими достижениями и просто впадали в терминальную стадию шизофрении, обвиняя меня в том, что только умственно неполноценный человек может сказать о том, что воины в классике были топ ДПС. Как следствие, мне накидали тонну репортов за троллинг, а модерация у Activision Blizzard, как известно, всегда отсутствовала. Следствием этого стал выпил темы с форума и перманентная блокировка на следующие несколько тысяч лет. Вызвало ли это у меня пожар? Да, причем не слабый. Наверное, с полчаса я орал, как резанный в своей комнате и рассказывал сагильдийцам про происходящее в стиле И, собственно, в этот момент начинается история канала. Дело в том, что в этом праведном припадке от невежественного быдла с официальных форумов меня осенила гениальная мысль. Дело в том, что в 2017 году, да и сейчас тоже, значительное количество человек, фразумных буквально преклоняется перед блогерами. Сейчас, конечно, меньше, но лет 7 назад записанное видео на YouTube работало на людей как заклинание пятого уровня из башни магов в третьих героях. У меня тогда не было опыта монтажа от слова совсем. Сделано было, пожалуй, 2 или 3 ролика с нарезкой PvP от гильдии War Cage. И, в общем-то, всё. Да и канала личного не было. Был только гильдийский, куда заливались ролики от нашего монтажера Кесма, который делал довольно бодрые нарезки для любителей бесконечного рубилова. Собственно, за пару часиков был набросан сценарий на целых 5 минут, в которые вместилась вся информация про классы. Была скачана какая-то рандомная программа для записи звука, а из WoW Model Viver по совету Кесма была выдрана зацикленная анимация говорящего гнома на фоне хромакея, которого подставили на замыленный скриншот с Рамосом. Почему гнома, спросите вы? Всё дело в том, что мне показалось, что смотреть ролик с содержанием гайда внутри это чудовищно скучно. А поэтому было решено, что надо бы выбрать модель, которая будет вызывать улыбку. А что может быть смешнее розового гнома, рассказывающего серьёзные вещи? Вот поэтому он и был выбран. Ролик был залит где-то после полуночи, а потом дропнут с аккаунта одного из моих сагильдийцев на официальный форум с приставкой вроде ВСЯ ПРАВДА О КЛАССАХ. После этого ваш любимый создатель контента благополучно отчалил спать, а наутро проснулся буквально звездой. Ролик собрал за ночь целых 5000 просмотров, что вообще для нулевого канала является сумасшедшим показателем даже сейчас. Более того, на сообщество нашей гильдии ВКонтакте подписалось почти 700 человек. Секрет этого заключался в том, что в конце видео не было призыва подписаться на канал, а было предложение перейти в группу ВКонтакте, потому что никто, собственно, не предполагал развивать дальше Ютуб-канал. Тогда еще даже в мыслях не было цели создавать полноценный канал, а была задача утереть нос идиотам с официальных форумах, и параллельно если выйдет прорекламировать гильдию. Кстати, про форумы. Топик собрал какие-то сумасшедшие 500 лайков, а комментарии за ночь забились до предела, и пришлось через техническую поддержку просить расширить сместимость темы, потому что лимита на 25 страниц не хватило. А общественность билась в экстазии и кричала о том, что этот гайд лучшее, что они видели. Игроки, всячески оплевывающие мою тему, опубликованную буквально днем ранее, восхваляли это видео и говорили, что информация из него не что иное, как божий дар для сообщества классики. Кстати, это еще был и единственный ролик на этом канале за всю историю, который не собрал вообще ни одного дизлайка или негативного комментария. Люди же на канале буквально просили меня рассказать про профессии, про рейды, про подземелья, про поля боя, про рейтинговую систему. Короче, запросов была масса. Вначале была идея собрать новое видео, но тогда я, как автор, еще не умел писать большие тексты, и мысль родить что-то длиннее 10 минут меня ужасала, а поэтому в сообществе ВКонтакте, где булила дикая жизнь, было решено провести опрос и провести первый в жизни стрим на YouTube. В опросе проголосовало сотни-две человек, и все в общем-то согласились, что стрим крутая идея. Первый же эфир собрал у экранов 200 человек, и в ходе него я не только ответил на массу вопросов, но и заработал сумасшедшее по тем временам 50 долларов. На канал же подписалось еще с полтысячи человек, что так-то стало невероятным результатом. В этот момент пришло осознание, что нужно ковать железо пока горячо, а поэтому на следующий день был собран ролик про травничество и его важность для классики, а также запущен еще один эфир, который собрал уже 300 человек у экранов, и принес мне еще сотни-две долларов. Последующие эфиры нарастали как снежный ком. Вначале это было пять сотен, потом семь сотен, а когда мы с гильдией впервые убили Рагнароса, где-то через неделю, в прямом эфире этот момент смотрело 1700 человек. Никогда более мой канал не был таким популярным. Вы можете спросить меня, а в чем собственно секрет успеха? Тогда бы я вам сказал, что хрен его знает. Сейчас ответ есть, и он до ужаса банален. Это фактически судьбоносное стечение обстоятельств. Если угодно, господне провидение. Совпало несколько факторов. В частности, YouTube тогда активно продвигал свою подплощадку с приставкой гейминг, которая была создана для стримов, а поэтому прямые эфиры и ролики по играм лезли в рекомендации из всех щелей. Нечто подобное вы и сейчас можете видеть в шортс на этой площадке, ведь они буквально попадают всем в рекомендации и собирают безумные просмотры. Сейчас даже есть подтвержденный факт, что если вы хотите сделать карьеру, делать ее нужно сейчас именно в шортс. Тогда же платформа агрессивно продвигала игры. В довесок к этому был сумасшедший хайп по классической версии World of Warcraft. Игра еще не вышла, а ролики у того же Онегина, настоящей легенды игры, собирали по 100 тысяч просмотров с копейками. С моей же стороны было три фактора. Во-первых, у меня был нормальный микрофон, который был куплен буквально за неделю до этого на последние деньги, чтобы звук был нормальным и чтобы служил он хотя бы несколько лет, а не месяцев. Во-вторых, у меня уже тогда была неплохо поставлена речь, а еще я вообще не ругался матом. Не то что сейчас. В-третьих, я очень хорошо разбирался в игре, ведь мне это было положено по статусу лидера гильдии, который беспрерывно играл в World of Warcraft с января 2007 года. К слову, если кому-то интересно, на момент ухода из игры с концами у меня было 34 тысячи часов. Это за 15 лет беспрерывной игры. В-четвертых, я очень любил, да и сейчас очень люблю с кем-нибудь поговорить. Я буквально тот самый пиздобол, у которого вообще не закрывается рот, а поэтому прямые эфиры это вот прям мое. Тогда на них я как автор буквально по 5-6 часов в день сидел и отвечал на вопросы из чата. Это и был, наверное, тот самый ключик, который подкупал аудиторию. Мои коллеги по цеху в чат смотрели редко, а если отвечали, то с максимальным презрением и пафосом. Здесь же все было просто, заходишь, спрашиваешь, ждешь минут 40 или час, пока до тебя дойдут в чате и получаешь ответ. Да, пока всем ответишь, набегала неплохая задержка. Собственно, как я распорядился своей славой. Вообще, в игровом пространстве я был тем еще троллем, да и гильдия у меня была такая же. Если вдруг интересно посмотреть на темную сторону канала, поищите ролик, почему мне нравится Аркейдж. Только сразу предупреждаю, после просмотра захочется отписаться. Кстати, если еще не подписаны, подпишитесь, а то потом отписаться не получится. В общем, овляпался я в скандал. Скандал при этом был максимально маразматичным, и до сих пор я его никогда не комментировал. Сейчас выскажусь, потому что ситуация смешная. Дело в том, что в тот момент игры проект Elysium неожиданно раскололся. Его подмял под себя товарищ White Kidney, который отжал базу данных и бэкапы у остальных администраторов, обвинил их в коррупции и в итоге перезапустил сервер со своим руководством. Все в эту историю, конечно же, поверили, и я тоже. Мол, администрация плохая, рисует шмотки за деньги, и вот это вот все. Я, как и все, повелся на эту утку, смеялся с игроками сервера с происходящего, и подшучивал над тем, что администраторша сервера надавали по щам в реальной жизни по заслугам. В общем, вел себя максимально аморально и цинично. Когда же я стал блогером, я оказался в очень неприятной ситуации. Дело в том, что моя гильдия руинила брекеты, и не давала местным китайцам продавать ранги. Продавали они их задорого. Например, слот с 13 на 14 обходился почти в 5000 долларов, и это вообще-то на приватном сервере. Вся верхушка, которая была связана с этим, об этом знала, а администрация культурно закрывала глаза. Мол, если их всех забанить, то играть будет некому. Однако в какой-то момент банхамеры полетели в мою гильдию, и особенно рьяных фармеров. Когда же высекли Штофика, а это был человек, который соло фармил больше, чем любой китайский бот, и одновременно с этим был самым скиллованным разбойником в игре, мне стало не до шуток. Кстати, про скилл. В общем, будучи знакомым с White Kidney, ибо тот постоянно приходил на наши ворлд пвп события, и даже подбрасывал банки на хп, чтобы мы не сыпались под въездами альянса, я ему написал, что ситуация как бы сложная, и надо бы разобраться, иначе мне придется об этом рассказать на публике, ведь люди спрашивают. На это я получил массу угроз, в том числе и возможной блокировкой своего аккаунта. Понятное дело, моя филейная часть этого не выдержала, и я на следующем же эфире рассказал об этом на полторы тысячи зрителей. После чего меня разогрела публика, и мы устроили митинг гномов, в ходе которого выяснилось, что у сервера не работает античит, а значит работает спидхак и многое другое. Шума наделали море, а меня любимая администрация заклеймила шизофреником, и они даже об этом писали в своих социальных сетях. Через несколько часов после этого про меня вышел ролик у тогда еще никому неизвестного канала Бургера, где тот прошелся как раз по этому митингу, и пересказал примерно те же тезисы, что и администрация. Мол, пруф и липа, ничего такого нет, и все уважаемый гном выдумывает ради хайпа, а вами всеми пользовались. Вот только через пару часов после этого мои слова подтвердил глава команды гейммастеров сервера, который слил пруфы в сеть и параллельно ушел с проекта, найдя поддержку во мне, как человека, который не стал молчать. Этот пост, если что, до сих пор есть в свободном доступе, и ссылочку я прикреплю в описании под видео. Оправданно ли меня заклеймили? Конечно же нет, но вот в чем проблема. Тогда мне казалось, что игроки это очень добрые люди, а сообщество World of Warcraft состоит исключительно из ламповых дружелюбных игроков. Ролик моего коллеги собрал почти 100 тысяч просмотров, а на меня вылился ушат помоев, который привязался достаточно надолго. Ни письмовали и нора, того самого геймастера, ни что-то иное репутацию не обеляло. Здесь, как говорится, мы возвращаемся в начало, где игровое сообщество молится на ролике. По сути дела, меня побили моим же оружием. Весь происходящий трэш поддержали и многие другие коллеги по классике, которые меня не любили. Они-то ничего своей аудитории не рассказывали и всячески ее доили на деньги, а поэтому очернение более успешного конкурента, да еще и на благой почве, дело святое. Хорошо, что из них до сих пор никто не дожил и все их каналы благополучно загнулись. Как говорится, позволю себе секундочку злорадства. Тем не менее, мой канал, как вы заметили, выжил. Я человек стрессоустойчивый. Мнение окружающих меня волнует приблизительно никак, а работать с дебилами я привык, ведь гильдии руководил 13 лет. Собственно, мы продолжили течь по течению. Ролики потихоньку выходили, просмотров было меньше, дизлайков больше, но аудитория росла. Так продолжалось до BlizzCon 2018, когда за неделю до него разработчики Activision Blizzard любезно высекли перманентными банхамерами всех создателей контента по классической игре. Высекли и меня. Пруфы на экране. Публичная причина была следующей. Реклама пиратского контента. На деле это был первый акт русофобии со стороны компании, который затронул широкие массы в публичном поле. Этих актов и раньше хватало, но этот был весьма показателен. Почему русофобии? А потому что выпилили только наших создателей контента. В моих роликах не упоминались пиратские сервера и постоянно повторялась фраза, что все гайды есть не что иное, как бесплатная библиотека для игроков, которые будут играть в официальный World of Warcraft Classic после выпуска. Тогда я свято верил, что любая реклама зло, а поэтому в видео не было ни то, что рекламных интеграций, а даже монетизация подключена не была. Все, на что жил канал, это добровольное пожертвование зрителей, а поэтому никто на Blizzard не паразитировал. Впрочем, это никак не отменяет тот факт, что трансляции по пиратским серверам велись, но при чем здесь ролики? Вопрос открытый. Важно другое. Дело в том, что западных каналов, которые делали то же самое, было более чем достаточно. Легендарный Арапис Фант, сидящий несколько лет на пособии в Германии, очень долго вел прямые эфиры по тому же самому Элизиум. И более того, мы даже били с ним примейт на примейт десятки, если не сотни раз. Каргас, который был настоящей легендой, а несколько месяцев назад оказался в центре гигантской грязной манипуляции аудитории, тоже был на пиратках, и более того, он их даже рекламировал в роликах. Это же касается и того же самого Типсаута, или условного Азманголда. Азманголд также играл на Элизиум, и именно благодаря ему многие про этот сервер вообще узнали. Что же сделали с ними Blizzard? А ничего. Их пригласили на BlizzCon 2018 за счет кампании, и пока разработчики пили с ними виски, обсуждая будущее, наши создатели контента и ваш верный слуга носились ужаленные взад в попытках решить проблему блокировок. Решить их не получилось. В процессе мне довелось познакомиться с вице-юрисконсультом Blizzard и пообщаться с компанией Ирдета, которая отвечала за мою блокировку. Разговор был так себе, и мне в ходе него намекнули, что я еще легко отделался, а вообще, меня бы следовало объявить в розыск по Интерполу, потому что у разработчиков есть все причины считать, что Лайтшоп это мой сервер. Откуда они высрали эту крайне ценную информацию, вопрос до сих пор открытый, но я с нее сильно кекнул. Попытки разбаниться прекратил и через какое-то время завел новый канал. Собственно, на нем вы и находитесь. Прошлый, который собрал почти 10 тысяч подписчиков, канул в небытие. Впоследствии меня еще несколько раз банили на Твич, а самая последняя блокировка была около года назад, когда меня закрыли за трансляцией Turtle WoW. Однако все это не так важно. Главное здесь другое. Именно этот поступок компании сделал трещину в моих розовых очках, через которые я, как и многие, смотрел на Activision. Тогда мне тоже казалось, что это величайшая компания в истории, и если она так со мной поступила, то на что были причины. Знаете, такой своеобразный стокгольмский синдром. Сейчас я понимаю, что просто у руля этой компании сидит Скотт, который не уважает ни своих сотрудников, ни своих игроков, ни своих создателей контента. Они просто дают свою аудиторию, и им этого для счастья хватает. Тогда же я этого еще не понимал, и продолжал делать контент на новом канале. К этому моменту я уже освоил Unreal Engine 4, и графика в роликах сильно преобразилась. Ей еще было далековато до текущего уровня, но результаты зрителя впечатляли. Самое интересное началось позже, разработчики запустили закрытое бета-тестирование World of Warcraft Classic. С самого начала оно вызвало достаточно сильное сжение не только у меня, как у автора, но еще и у ряда ветеранов франшизы. Все дело в том, что Activision пустили на тест только клоунов, которые играли и рекламировали игру, но никакого отношения к реальному тестированию не имели, а пользователи, которые были запущены, это по большей части аудитория этих же самых клоунов. На тесте занимались чем угодно. Устраивали войны 100 на 100, убивали Хойгера толпой персонажей первого уровня или массово прыгали с дирижаблей, но реальный тест всем был не интересен. Сейчас-то понятно, что такой подход у компании был давно, но тогда нужно было делать скидку на розовые очки, а поэтому появлялось бесконечное непонимание. Во что это вылилось? Вылилось это в то, что когда некоторые контент-мейкеры, коих на тест не пустили, под лупой рассмотрели записи трансляций, выяснилось, что в игре не работает геодата, и существа бегают через текстуры. Стало известно, что противники применяют способности с расстояния в 100, 200 или даже 300 ярдов. Появились первые данные о том, что врага можно бить через стены, а значительная часть боссов в контенте работает некорректно. Короче, меня как автора это очень сильно выбесило. И больше всего меня выбесило то, что сами разработчики продолжали методично тиражировать данные о том, что это возвращение к корням, хотя это таковым не было. Это можно было назвать игрой по мотивам или ремейкам, но не классическим перезапуском. Вкупе же с огромным количеством ошибок, на которые всем было плевать, было решено записать два видео на этот счет. Вернее не так, записано было одно, но оно так порвало аудиторию Warcraft, что пришлось записать второе, которое еще больше людей разозлило. За три недели до запуска World of Warcraft Classic все продолжали свято верить, что ошибки поправят, а автор просто портит всем настроение и вообще хейтит, потому что его на тест не пустили. К слову, все комментарии сохранились, так что можете посмеяться с того, какой молебен стоял перед релизом игры. Для меня как автора это был звоночек, но я его не услышал. С другой стороны, я сделал важный вывод, что публика не всегда хочет слышать то, что есть на самом деле. В будущем это не раз спасет меня от ошибок. Например, перед запуском Diablo 4, когда я не решился прямо в лоб сообщить о том, что это тотальная фиаско, а аккуратно намекнул на эту проблему, в результате от канала отписалось всего 600 человек за два дня, а не несколько тысяч. Понятное дело, что четвертая часть в итоге оказалась тем еще произведением, но перед запуском людям не всегда стоит такое говорить. Релиз классики прошел в целом неплохо. Зрителей было много, хайп стоял огромный, ролики начали собирать не по 10 или 20 тысяч просмотров, а по 100, 200 или даже 300 тысяч, что для канала безусловно было сумасшедшими показателями. Однако вместе с этим начались и проблемы. На хайп сбрелось очень много новичков, и хотя я старался выпускать материал с как мне казалось максимально простыми пояснениями, некоторые ролики оказались мягко говоря неподъемными для новых игроков. Например, АОЕ прокачка на паладине, воине или маге для новых пользователей была слишком сложной. Это вызывало в них недовольство, и это постепенно превратилось в хейт. Здесь опять же человеческий фактор. Ты начинаешь хейтить, со временем забываешь почему именно, и продолжаешь по инерции. Задевало ли это меня? Пожалуй, нет. Скорее, это оказалось еще одним ценным уроком. Запуска классики в 2019 ролики на канале стали сильно подробнее, и теперь в них почти нет игрового сленга, а все возможные детали проясняются из расчета, что видео будет смотреть человек, который совсем не бомбом в происходящее. Ведь людям с опытом в таких материалах ловить нечего. Это, кстати, уже не раз помогало набирать аудиторию, так что урок действительно ценный. Беда только в том, что 2019 сменился 2020, и после выхода Логова Крыла Тьмы миры начали постепенно пустеть. Радужный флёр вокруг классики начал разрушаться. Игроки стали понимать, что здесь нужно инвестировать средства или проводить очень много времени в игре. Ветераны же поуходили еще до выхода второй фазы. Почему? Да потому что на пиратках было банально лучше. Кто не уйдет в 2019, уйдут с приходом Burning Crusade. Можно вспомнить тех же самых Айпс. Разработчики плевали на аудиторию и советы людей с опытом ориентируясь на массу и маркетинга, поэтому на ранних фазах появилась экипировка за ранги, которая была по уровню Храма Анкиража, что полностью ломало прохождение всех актуальных рейдов. Итерация же показателей на всей остальной броне с патча 1.10 в разы облегчала зачистку и без того не самых сложных Огненных Недр или Аниксии, а не совсем корректная работа местных боссов делала все это еще проще. За примерами ходить далеко не нужно. Аниксия нормально заработала только в конце октября, если не начале ноября, причем об этом прямо написали разработчики. Самое смешное, что за это время в классик сообществе даже произошел конфликт, когда на одного из блогеров напал ПВЕ под пивас без опыта в классике, пытающийся доказать, что Аниксия работает правильно и сделать на этом имя. Имя, кстати, Моль сделала, но здесь скорее на пользу идет нулевая память сообщества, нежели реальные факты. Лава Суджер, встречающиеся в Огненных Недрах, простите забыл, как их называют по-русски, были отремонтированы Активижн только с приходом упомянутого Анкиража. В общем, все это начало постепенно накапливаться и вызывать негодование. С приходом 2020-го критиковать кампанию наконец стало можно, ведь количество ботов, читеров и проблем доконало буквально подавляющее количество игроков. А поэтому в сеть палился негатив, и впервые за все время существования Активижн в медиа исчез негласный запрет говорить плохо про Близзард. Ранее подобные ролики мгновенно утопали в дизлайках, а аудитория массово отписывалась от канала. С этого же года всем стало ясно, что с кампанией творится какой-то ад и Израиль, а поэтому терпение лопнуло. У меня, как у человека, который играет с 2007-го года, тоже накипело, и причем очень сильно, а поэтому на канале вышло несколько откровенно разгромных роликов, которые буквально стирали в порошок любое хорошее, что можно было сказать про кампанию на тот момент. Это сыграло со мной злую шутку. Игроки, которые разделяли мою позицию, из игры ушли, и к этому моменту они фоном поглядывали подобные материалы, активно поддерживали, но сами интересовались уже другими проектами. А вот местная аудитория Warcraft оставалась в основном не из очень гибких людей, которые любят игру любой, и им плевать на ее недостатки. Поэтому со временем у канала начались проблемы, ведь рассказывать про проблемы там, где есть место только слепой любви, идея, скажем честно, так себе. Именно 2020 год стал для меня поворотным, ведь тогда впервые мне начали попадаться угрозы расправы, которые адресовали мне, моей супруге и в будущем моему неродившемуся, а потом родившемуся сыну. Этот звоночек я уже безусловно услышал, и начал размышлять, что делать дальше. Одно ясно было сразу, что нужно сворачивать удочки и перебираться в большой мир, где есть место и другим играм. Первым шагом в него стал New World, который вышел в 2021, и надо сказать, что перейти удалось без проблем. Но игра загнулась, замены не вышли и до сих пор ни одной замены нет, а поэтому канал находится в стагнации. Здесь нужно сделать небольшую ремарку. Вам может показаться немного странным, что Hate Warcraft стал таким массовым, но здесь есть объяснение, и оно достаточно банально. Я не сразу его для себя вывел, и в этом мне позже помог New World, который скончался за несколько месяцев и фактически прошел всю стадию жизни, что и Warcraft. Когда игра выходила, в New World была масса новых игроков, которые пришли из самых разных проектов, и которым было интересно узнавать этот новый мир, изучать его, смотреть по нему материалы и надеяться на светлое будущее. Эти прекрасные люди были рады любому профильному контенту и всячески поддерживали профильных авторов. Однако разработчики начали садиться в лужу раз за разом. Первый раз это стерпели, второй раз это стерпели, а вот на третий люди начали потихоньку уходить. Вначале ушли самые требовательные, потом те, у кого и без того были основные проекты, а потом начали уходить все остальные. Игра запустилась в октябре, а к январю ее онлайн просел в 20 раз. В этот момент оказалось, что критиковать New World больше нельзя. Если раньше подобные ролики вызывали одобрение, то когда аудитория просела и большая ее часть ушла, оставшиеся игроки не захотели воспринимать или слышать критику и она начала вызывать хейт, а также крайне токсичную реакцию. Люди, которые остались, это те, кого все устраивает, им плевать как выглядит проект. Когда им надоест, они молча уйдут и сошлются на что угодно, но только не на проблемы, которые в нем были. World of Warcraft прошел через тот же путь, просто он растянулся на долгие годы и катализатором стал Classic, который вначале разбудил спящую много лет аудиторию, а позже очень сильно ее разочаровал. Там произошли точно такие же процессы, и в итоге в игре сейчас есть только пользователи, которым все нравится и плевать они хотели на проблемы проекта. У них все обязательно будет лучше в следующем дополнении. А сейчас плохо по какой-то любой причине, и все беды вообще от создателей контента, которые хейтят разработчиков и в итоге игроки уходят из игр Blizzard, ведь сами они головушками думать не умеют, а те бедные лишаются денег и накручивают монетизацию. А то, что в компании насилуют женщины и доводят их до самоубийства, то это все повестка не существует, да и вообще никак на недовольство влиять не должно. Эти ребята, как говорится, объяснения для всего найдут. Возвращаясь же к теме, нужно отметить, что из New World пришлось возвращаться обратно в Warcraft. На тот момент нужно было на что-то существовать, а там как раз подвернулся контракт с одной очень крупной PvE гильдией, которая нуждалась в рекламе. Именно с ними был проведен весь 2023 год, а с приходом 2023 было решено окончательно попрощаться с этой франшизой. Делать контент по ней стало омерзительно, не только потому что сама игра перестала вызывать какие-то положительные эмоции, но и потому что большая часть официального сообщества откровенно деградировала. Когда-то давно, когда канал только начинался, он был призван стать чем-то вроде библиотеки по гайдам в классическом Warcraft. Мне не нужна была реклама, которой на канале просто не было, да и деньги особо не были нужны. Для жизни хватало тех 15 или 20 тысяч, которые собирались с пожертвованием во время трансляций. Однако со временем стало ясно, что этим людям, которые играют в данную франшизу, ничего не нужно. Это просто комки ярости и гнева, которые разочарованы в игре и продолжают искать какие-то объяснения и виноватых вовне. Знаете ли, такую своеобразную пятую колонну, которая потопила великую компанию. Не уродов сотрудников и некоррестных маркетологов с директорами, а блогеров, критиков, хейтеров. Делать контент для таких людей не хочется. Да, можно было бы заняться чем-то на приватных мирах, но там аудитории мало. Некоторые мои ролики по Легиону, которые выходят до сих пор, собирают сущие копейки и делаются больше по инерции для ребят, с которыми я на них играю, нежели для широкой аудитории. В целом, вы можете задаться вопросом, а стоила ли игра свеч? Может быть нужно было не отсвечивать и молча обтекать, как все официальные пользователи игры Activision? Просмотров было бы больше, подписчиков тоже. Ответ на этот вопрос не так однозначен. Тех 200 тысяч просмотров, которые имел каждый мой ролик в 2019, не было бы в любом случае. Почти все каналы по World of Warcraft умерли или находятся в страшнейшем кризисе. Большинство создателей контента, которые делали видео по игре, или ушли в другие проекты, или стали вести исключительно прямые трансляции, или полностью забросили свою карьеру. За громкими именами ходить не надо, и вы сами знаете, кто начинал в этом проекте и где они сейчас. Сейчас на YouTube по этой игре делают ролики всего несколько человек, и они цепляются буквально за любую тему. В игре, в которой вообще ничего не происходит, любая причина для разговора уже радость. Более того, делать это весьма сложно, ведь хороших тем почти и нет. Все новости от Activision по умолчанию плохи, и их нужно как-то подать в положительном свете, иначе твоя же аудитория тебя сожрет. Было бы лучше, если бы я остался? Скорее всего, меня ждала бы точно такая же участь. Жизнь на одном может быть двух рекламодателях, связанных с пиратским миром Warcraft, и не более того. Про развитие же речи бы точно не шло. Да, сейчас мой канал чувствует себя очень плохо, и я это прекрасно понимаю. Поверьте, я вижу аналитику и понимаю, в чем проблемы. Главное из них заключается в том, что прошлый год был годом надежды, когда все верили, что вот еще немного, и выйдет какое-нибудь громкое MMORPG. И теперь ему на смену пришло разочарование. Все понимают, что скорых релизов по жанру не ждать, и поэтому не интересуются какими-то локальными новостями. Представьте себе, что сейчас мы говорим не про канал на YouTube, а про лавку с восковыми свечами. Согласитесь, спрос на такой товар будет не очень велик. А теперь представьте, что это не просто лавка со свечами, а лавка, которая продает только синие свечи. Как вы понимаете, спрос будет еще меньше. Целевая аудитория MMORPG жанра бесконечно постарела. Средний возраст игрока в этом жанре сейчас составляет 36 лет, и это очень много. Людям в этом возрасте зачастую есть чем заняться и без компьютерных игр. Более того, последние годы Эдек 2 в фокусе такой аудитории далеко не игры. Есть гораздо более острые темы в нашем регионе, которые привлекают зрителя. На этом же канале, в придачу, еще и идет переходный период. Но при этом, поверьте, канал не мертв. Он собирает по тысячу подписчиков в месяц, и это отличные показатели, ведь это указывает на то, что темы с него все еще интересны людям. Вот только ничего не происходит, а поэтому интерес быстро затихает. Вероятно, через годик или полтора, когда выйдет что-то значимое, мы снова заживем, а сейчас нужно просто дотянуть. Можно ли было избежать подобного развития событий и стагнаций? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что розовые очки сыграли со мной злую шутку. Мне казалось, что World of Warcraft Classic будет всегда, а люди всегда будут хотеть в него играть, и всегда будут его любить. А Activision, как лучшая компания в мире, будет качественно его поддерживать всегда. И мы вернемся в те самые времена. На деле же из игры нужно было уходить еще в первые несколько недель после релиза в 2019. И тогда мне удалось бы сохранить ливийную часть аудитории. В крайнем случае, покидать проект надо было уже после Логова Крыла Тьмы, в период ожидания анкиража, когда критика в адрес проекта лилась ручьем. Тогда уходило много игроков, и можно было пойти с ними. Те самые гибкие пользователи в итоге могли бы сформировать основную аудиторию. В итоге же момент был упущен, и они про канал забыли, а фанбой канал возненавидели. Жалею ли я об этом? Да, временами откровенно грущу, ведь сейчас мне не удается реализовать весь свой потенциал, потому что ничего вокруг не происходит. Однако в целом я ни о чем не жалею, ведь полученный опыт был действительно интересным, а главное полезным. Он научил меня искать рекламодателей, познакомил меня с огромным количеством невероятных создателей контента, а главное привел вас на мой канал. И это меня вполне устраивает. Теперь, когда мы закончили разбор этой темы, вы знаете, как именно создавался этот канал, что происходило все эти долгие годы с декабря 2017-го. Через что пришлось пройти, какие ошибки были допущены и какие проблемы были в процессе. На самом деле событий было гораздо больше. Например, в 2020-м я распустил свою гильдию, которая руководила на тот момент 13 лет. Однако все это тема для отдельных выпусков, которые может быть когда-нибудь будут выпущены. Сейчас же я могу порекомендовать вам повторно заглянуть на второй канал, зайти на Twitch, ведь там завтра точно будет идти прямая трансляция, а также зайти на этот же YouTube канал завтра, ведь на нем точно выйдет еще какой-нибудь ролик, который вы сможете посмотреть. Будем надеяться, что эти длинные выходные пройдут у вас хорошо и вы отдохнете. Говорят, погода на них будет не самая плохая, а значит у нас наконец появится возможность понежиться под первыми теплыми лучиками солнца. Я же на этом заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok